Сегодня Всероссийский день бесплатной юридической помощи. В Кирове, как и по всей стране, этот день проходит в формате открытых дверей. Любой желающий может прийти в общественные приемные, юридические конторы и центры юридической помощи, задать вопрос и получить консультацию от профессионала. С какими проблемами чаще всего обращаются кировчане, спросим у нашего гостя в студии адвокат Кировской областной коллегии адвокатов Екатерина Каманина. Добрый вечер. Спасибо, что пришли. Добрый вечер. Здравствуйте. Вы сегодня консультировали людей, с какими вопросами приходились сегодня к вам? В основном лично у меня сегодня были граждане, которые консультировались по вопросам жилищного законодательства, это оплата коммунальных услуг и вопросы признания сделок недействительными. По коммуналке там долги какие-то? Да, это именно долги, взыскание долгов. То есть вот примерно сегодня были такие вопросы лично у меня. А с чем чаще всего обращаются? То есть вот какие сферы считаются самыми проблемными, то есть там, не знаю, в области жилищного, трудового права? Ну, в последнее время очень актуальным являются обращения по вопросам земельного права, по вопросам жилищного законодательства, по вопросам семейного права. Это взыскание элементных, элементные обязательства. Также, наверное, пенсионное обеспечение тоже в настоящее время является таким актуальным вопросом для граждан. То есть по элементам люди пытаются добиться элементов? Некоторые обращаются, чтобы им помогли, например, составить заявление о выдаче судебного приказа, чтобы взыскать элементы. У кого-то уже есть судебное решение на руках, но, к сожалению, не получается взыскать должника. То есть вот по таким вопросам обращаются граждане. А пенсионеров что волнует? Пенсионеров волнует в основном вопросы, когда человек выходит на пенсию, определенные периоды работы им не включают стаж, и остается только судебный порядок, чтобы им доказать, что они работали в определенном месте и определенный период. Вот вы отслеживали, насколько помогают людям ваши консультации, то есть что потом, да? То есть люди добиваются того, чего хотят? Ну, вы знаете, конечно, мы не всемогущие, мы действуем в рамках закона, но мы пытаемся людям помочь. И если действительно закон позволяет это сделать, судебная практика позволяет это сделать, то люди получают законные решения, и мы стараемся им помочь, чтобы их права соблюдались. То есть, может, потом звонят и говорят, спасибо вам за консультацию? На самом деле, действительно, бывают такие случаи, бывает, что в адвокатскую палату обращаются конкретно по какому-то адвокату, говорят благодарность какую-то, что адвокат им действительно помог. А насколько наши жители города, кировчане, вообще грамотные, с точки зрения, вот, подкованные юридически? Ну, если мы говорим с точки зрения тех граждан, которые к нам обращаются, то, конечно, они не настолько грамотны, поэтому они, наверное, к нам и идут, чтобы получить консультацию. Поэтому, наверное, ну, как везде, я не могу сказать, то есть разные люди, есть специалисты, которые имеют юрообразование, которые работают, понятно, что они могут свои права защитить сами, к примеру, да, но иногда и даже такие люди обращаются, потому что в суде все-таки представлять интересы самого себя бывает достаточно сложно, поэтому ты так очень лично заинтересован, поэтому даже такие граждане к нам обращаются, чтобы мы им помогали. Ну, вообще, вот подобные консультации, конечно, важны, да, то есть люди в другом месте, ну, где они еще смогут получить вот консультацию по какому-либо вопросу, да, то есть... Безусловно, эти консультации очень важны, они очень пользуются спросом. Вот сегодня Всероссийский день бесплатной юрпомощи, но также у нас в течение всего года адвокаты оказывают бесплатную юрпомощь в рамках закона Кировской области о бесплатной юрпомощи. И определенные категории граждан могут обратиться, которые имеют право получить эту помощь, представить документы, подтверждающие их право, адвокат им оказывает помощь. Это происходит все на базе многофункциональных центров, и действительно люди обращаются и получают помощь. Это очень пользуется спросом, очень востребовано, и самое главное, это необходимо людям, и будем надеяться, что это будет продолжаться. Вот если сравнить, допустим, с Европой, там тоже есть вот такие бесплатные консультации. Насколько мы вообще, наши россияне, ну так оперативно и получают регулярно подобную помощь? Ну у нас вообще-то предусмотрено, что каждый имеет право на получение квалифицированной юридической помощи, и в случаях, предусмотренных законом, она оказывается бесплатна. Поэтому, например, вот у нас на территории Кировской области, закон Кировской области, он расширил, то есть в нем расширен перечень тех граждан, которые вправе получить эту помощь по сравнению с федеральным законом. То есть, в принципе, на территории области сделано, считаю, что делается все возможное, чтобы наши граждане имели именно возможность осуществить свое конституционное право на получение квалифицированной юридической помощи. То есть есть категория граждан, которые в праве, а кто не в праве, получается? Ну, те граждане, если у них возникает такая необходимость, они в праве обратиться к юристу, частно практикующему, к адвокату, и получить за определенное вознаграждение уже юридическую помощь. Ну, сегодня эту помощь получают все граждане. То есть сегодня Всероссийский день, когда любой гражданин может к нам обратиться и получить эту помощь. Если сегодня не успеют, когда, анонсируя, может быть, когда еще будет подобная консультация? Ну, подобная консультация я пока не могу сказать, когда будут. Но если я говорю, что граждане являются, например, малоимущими, либо это неработающие пенсионеры, граждане, которые являются многодетными, то есть они могут всегда обратиться к нам и в рамках закона получить бесплатную юрконсультацию. Екатерина, спасибо большое, что пришли, ответили на вопросы, ну а мы продолжаем.